Лёгкая, летняя, а тут дожди, пистолеты. Всем привет! Это Саша Геннер, как вы же Грибс. И проект первая варка пивоварни Биарбрю. Что мы сегодня обзираем? Обзираем наше летнее пиво. Сварили летнего эля, лёгкого, ароматного. В стиле American P.L.L. И как мы анонсировали ранее, назвали его просто незамысловато. American P.L.L. с преферансом и мадмуазелями. Что они могут сказать о варке этого пива? Как-то у нас всё легко прошло, мы его придумали. Ну, как мы, Саша, придумал. И сварили. И теперь будем пить. Оно, кстати, выставилось очень долго, потому что все выпуска разъехались. Вот очевидный промах у нас, мне кажется, промаха. Может быть, это связано с выстаиванием. Давненько мы такого осадка не получали. Обычно чища бывает. Ну, что ж так поделать? Открывайте. То есть, сейчас пена опять на... Калет. Какая пена? Да я её поставлю, чтобы. Да давай её сюда сейчас разливать до конца. Пена отличная. Правда, есть крупные пузырики, но в целом, смотри, она миленькая. Цвет. Расскажи про цвет. А что цвет? Цвет красивый, мерный. Цвет красивый, мерный. Посмотри, что ты мне сделал. Было чистейшее это. Смотри, ты сейчас долил. Видишь, оседает как это сгусток. Пей дрожжи. Эх, Саша, до этого было лучше. Запах довольно-таки типичный, по-моему, для... Вот, я не знаю, какой-то он мне напоминает даже стамбировский, по-моему, пивас. Да, ну, потому что охмеляли очень сильно. Хотелось, чтобы прям сбивал с ног. Он сбивает с ног. В бутылке не так чувствовалось, а в бокале прям раскрылось. Цветочная, да? Да, цветочная, фруктовый запах. Это бы мы в нём не пожалели на сухое. А дальше будем варить вообще не пожалея. Да, мы теперь кмелем запаслись. О-о-о! Расчитай, что ещё и кмелем, сейчас похвастались. Раньше бы нам варок на 10 хватило, а сейчас на 2. На 2. Ну, давай пробовать. Давай, ну что, попробуем. Ну, вкус знакомый. Мне кажется, похоже на All Your Friends чем-то, но посушу. Да, прототип был All Your Friends. В основном, тот, кто, в принципе, не горький был. А это вообще не горькое. В общем, твой вердикт. Давай так. Нормальное летнее пиво. Не будем его высоко оценивать. Варили лучше, но объективно оно вполне себе достойное. Как лёгкий такой сорт, ароматный. Кстати говоря, вчера пил Бонд от МПК этот, треугорный. И вот сейчас только понял, что в конце вот такая же вот история, как и здесь во вкусе есть. Не, мне... Представляешь, я как... Мне очень понравился. Послевкусие хорошее, ничего там не выпирается достаточно. Ну, и даже небольшая сладость послевкусие чувствуется. Вот, а мне кажется, наоборот. Высохло настолько, что я сладости, например, не ощущаю. Но у нас по-разному рецепторы устроены. Это были Саша Гендер. Это был Коша Грибс. Проект Первая Варка Пиварн Биар Брю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал Ютуб. Ставьте лайки. Что ещё, Инстаграм у нас есть. Сюда тоже подписывайтесь. В общем, всем удачи. Пейте вкусно. И в меру. Всем пока. Пока. Ой, ну и как это пить? В Питере пить. Да, прототип был All Your Friends. Всё равно тот, кто, в принципе, не горький был. А это вообще не горькое. Ну, для кого-то Мадемуазели тоже All Your Friends. В смысле, Франц. Порезать надо будут все эти комментарии. Какие-то... Сидим, молчим и пьём. Потому что вкусно. Ну, обычно домашнее пиво. Ничего, ни грибает, ни мая. Есть, конечно. Нет, я бы сказал неправильно. Домашнее пиво, это всё-таки те, кто варят по рецептам с форумов. С различных, на мой взгляд. Ну, в моём понимании, домашнее. И варят, как правило, обычные довольно-таки эли. А это всё-таки American Pale Ale. Тоже как шляпа вообще. Мы просто будем пить. Я вырежу все слова. И мы просто будем пить. Всем удачи. Пейте вкусно. И в меру. Всем пока. Пока. Не, ну, с утречка-то хорошо, вот я в каплям.